Венкийский спектакль «Храбрый охотник Тымауль», премьера которого состоялась 17 апреля, на сцене бурдрама, начал гастроли по северным районам республики. И первым, куда направились артисты, стал Курумканский район. Путь в эти места лежит вдоль озера Байкал. Первые гастроли спектакля «Храбрый охотник Тымауль» пройдут в Курумкане. Самодеятельные артисты, студенты, участники, представляющие этот спектакль, выехали в Курумканский район на двух автобусах. На этом живописном месте ребята вышли, чтобы посмотреть на озеро Байкал. Для многих это первая встреча со священным озером. Настроение у всех просто отличное. Курумкан встретил артистов с заснеженными гольцами и лиловыми всполохами багульника. Яркое солнце говорило о наступлении лета, но холодный ветер с гор не давал расслабиться, словно напоминая, что это север. Баргузинская долина – место исконного проживания эвенков-мурченов. Сейчас их численность едва превышает 300 человек, однако тех, кто считает, что его предками были эвенки, гораздо больше. И места здесь овеяны древними и красивыми эвенкийскими легендами. Многие из них вошли в основу музыкально-пластического спектакля «Храбрый охотник Тымауль». Центр эвенкийской культуры Арун совместно с эвенкийскими поселениями Алла и Уленхан разместили в фойе районного дома культуры выставку эвенкийского декоративно-прикладного искусства «Краски таежного мира». Здесь посетители могли увидеть не только традиционные для эвенков Курумкана изделия, но и те, которые отражают культуру аборигенов Северобайкалья. Несмотря на большой интерес к выставке, зрители с нетерпением ждали представления. Показ спектакля прерывался аплодисментами. Среди зрителей и взрослые, и дети. Зрители долго не отпускали артистов. По завершении спектакля жюри подвело итоги выставки, и мастера лучших изделий получили дипломы традиционной выставки «Краски таежного мира», которая уже получила формат «Кочующий». Только что закончилось представление спектакля «Храбрый охотник Тымауль» в районном доме культуры Курумкан, села Курумкан. И я хочу узнать впечатление руководителя администрации Курумканского района, Пудаева Леонида Борисовича. Понравилось вам сразу? Да, замечательный спектакль. Сегодня мы посмотрели и увидели, как красиво, как замечательно выступили актеры, артисты нашего совмещенного проекта колледжа искусств Семенчаковского и Венкинского центра «Арун». Замечательно то, что вот такой проект, и вы выезжаете в районы республики. Особенно примечательно то, что наш Курумканский район – это один из районов, который признан местом компактного проживания венков. И наше подрастающее поколение, наши жители, посмотрев такой спектакль, приобщились, посмотрели жизнь, культуру и быт венкистского народа. Замечательный спектакль. Большое вам спасибо. Очень спектакль понравился, очень богатый. Вообще, я в восторге от вашего концерта. Прекрасные композиции. Очень венкистские вообще-то, богатые движения в танце, и сколько песен, музыки. Мне очень понравилось. Улинхан – самая северная точка Курумканского района. Хотя клуб здесь небольшой, артисты не обходят село стороной. На спектакль «Храбрый охотник Тымауль» собрался полный зал. К сожалению, не было здесь тех, что живут на дальних заимках. Тепло принесло с собой бездорожье, и люди не смогли выехать. Но большинство все-таки собралось. До начала спектакля перед зрителями выступили представители колледжа имени Чайковского. Многим собравшимся было интересно узнать условия поступления в это учебное заведение. Игра артистов получила самую высокую оценку зрителя. И закадровый текст, что был на эвенкийском языке, был здесь многим понятен и без перевода. После представления ульюнханцы узнали, что песню, которую из спектакля поют главные герои «Тымауль», на самом деле исполняет их земляк Тимур Атакин, активный участник ансамбля «Гурувун». Зрители Тепло встретили весь спектакль. Всем понравилась пластика, отражавшая истинный эвенкийский колорит. Дарима Шинкоева эмоций не скрывала. Очень красиво, хорошо, прямо чуть сами не станцевали. Спасибо вам за все. Мы очень рады. Впечатления огромные. Но впервые мы очень дети даже, все в восторге. Спасибо. Приезжайте еще раз. Завидующая Домом культуры сельского поселения ульюнхана Венкийская, Любовь Чайропова была краткой. На нашей земле, на Венкийской, хорошо, если вы почаще такими показывали. Это непредаваемые чувства, которые мы испытали, зрители именно. Хотелось как-то даже плакать в каких-то местах. Хотелось смеяться. И очень переживали за девушку. Постановка понравилась. Все, что мы знаем. Мы песни отдельно слышали и танцы отдельно видели. Но такая постановка, когда единый целый, это очень здорово, конечно. Очень много костюмов красивых. Эвенкийский колорит. Особенно мне понравилась девочка, которая танцевала. Олень. Вообще такая красивая. Но видно, что она действительно, что она эвенка по национальности. Ее движение, пластика, все ее показывает, что она действительно эвенка. И глаза, видно, что у человека на душу. Среди своих людей, да, от насильчан, вот человек возьмет что-нибудь, да, и начинает танцевать. Это, вы знаете, очень интересно наблюдать со стороны наших эвенков. Они очень самобытные. И действительно, вот вы сказали, что у нас культура мало изучена. Мало изучена, работать и работать еще. Но спасибо, что приехали, спасибо, что мы увидели такой шикарный спектакль, музыка красивая. Благодарим Центр Арон, что есть у нас такой центр. В свое время наши мои дети занимались, участвовали в конкурсах. Синилген, Гарполикан, песни пели, выезжали на гастроли. Мы вот в Закаминский район выезжали. Ну и сейчас видно, что дети занимаются, маленькие дети. Ну, еще Арон больше вырос на порядок. В селе Алла был, пожалуй, самый заинтересованный зритель. И это не случайно. Среди тех, кто непосредственно приложил руку к созданию этого представления, выходцы из этих мест. Если говорить о них, то сразу скажу, что это представители разных поколений. Это Изнаида Романовна Дилбонова, большой знаток оленкистской культуры. Тоня Майорова, студентка колледжа искусств Ильиничаиковского. Дилгер Балсанов, школьник и многие другие. Поэтому артистов здесь ожидал самый радушный прием. Очень ярко-красочный, мне очень понравился спектакль. Желаю творческих успехов, всем удачи и творческих дерзаний. Я очень рада этой встрече, рада, что увидела те начинания, которые мы делали на уровне школьных кружков, на уровне сельскохудожественной деятельности. На сегодня мы увидели исполнение профессионалов. То есть, то, что мы начинали, выходит на профессиональный уровень. Я очень рада. И думаю, что это первая ласточка, которая будет дальше развиваться. Я думаю, вы на правильном пути. Огромные впечатления. Это, конечно, большая, очень большая работа. Вы пропагандируете культуру своего народа. Я очень рада за вас, за своих земляков, прежде всего, что вы преданы своему народу, своей культуре. И больших вам цен. И надо, наверное, еще возить, показывать не только в северные районы, но и в бурятские, чисто бурятские или русские районы, показывать всем. Это первые гастроли спектакля. И его уже ждут в других северных районах. В планах колледжа искусств имени Чайковского и центра АРУН организовать поездку в далекий Баунт. Но произойдет это не раньше осени. Основной состав артистов – это, конечно же, студенты колледжа искусств имени Чайковского. И они связаны учебным процессом. То, что гастроли в Крумканский район состоялись – это уже очень хорошо. Примечательно, что те студенты, кто участвовал в спектакле, стараются не допускать отставаний в учебе. В колледже искусств имени Чайковского есть своя корпоративная культура. Здесь очень трепетно относятся к успеваемости студентов, воспитывая в них собранность и ответственность. Очень многие считают нашу республику местом, где межнациональные отношения находятся в стабильной гармонии. И это прекрасно. Но это не случилось вдруг. Это результат наших многолетних национальных традиций. И, конечно, вот таких интересных культурных проектов, которые шаг за шагом учат нас понимать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин